Сегодня тема, которую я хотел бы рассуждать, она для меня очень неожиданна, потому что у меня было только некоторые определенные мысли на эту тему, и даже название было другое, но когда я готовился, я молился, искал Бога, я вдруг что-то начал большее понимать. И сегодня тема называется «Свидетельство Христово». Свидетельство Христово. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили о евангелизме, о духе евангелизма, как некой силе, данной Богом. Вы знаете, что если вы проанализируете историю церкви последнего времени, вот 21 век, или какой у нас сейчас век, я периодически буду шутить, чтобы вы не заснули в мягких креслах, если рассмотреть вот эту вот нашу эпоху, время, в которой мы живем, знаете, что стало с евангелизмом? Помните, когда-то я на служении читал притчу о рыбаках, да? Такую историю о рыбаках. Я не хочу ее сейчас повторять, но то, что стало с понятием евангелизма в наше время, это то, что многие христиане сегодня воспринимают благовествование как процесс передачи информации. Если вы заглянете в свое сердце, каждый из вас, вот я сейчас буду открывать и говорить какие-то вещи такие, которые меня шокировали. Я верю, что Дух Святой шокирует сегодня вас. Вещи, которые, смотрите, мы стали принимать или воспринимать благовествование как простой процесс передачи информации о Христе. То есть, все благовествование, весь евангелизм сводится к рассказам об Иисусе. Правда? Сейчас звуком настроится, наверное, потихоньку. И вот смотрите, мы воспринимаем то, что мы свидетельствуем о Христе, как просто я должен рассказать. Из этого возникает проблема, возникает проблема такого порционного свидетельства, да? То есть, я свидетельствую там, где считаю нужным и столько, сколько считаю нужным. Я понимаю, что вы сейчас, может быть, не совсем как-то мою мысль улавливаете так твердо, но я попытаюсь ее сейчас развить. Порционность свидетельства, это я выбираю, где благовествовать и где не благовествовать, и сколько благовествовать. Она возникает только по той причине, что я считаю благовествование процессом передачи информации о Христе. И это проблема. Я хочу сейчас вам сегодня показать, что на самом деле благовествование, это не есть просто процесс передачи информации. И то, что мы сделали его дозированным. То есть, вот сейчас неудобно или как бы, как вам сказать, не то, что неудобно. Вот, смотрите, есть человек, врач. Врач, врачи есть такие люди, они отучились много лет, они получили образование. Скажите, врач является врачом только лишь в больнице? Ответьте себе на вопрос. Нет. Естественно, нет. Если врач, возвращаясь с работы, сняв белый халат, вдруг видит, что рядом ушел человек, схватился за сердце, упал и учащенно дышит, что сделает врач? Скажет, ну, моя помощь это только там, в определенном месте, где я работаю. И пройдет мимо, правда? Сомневаюсь. Редкий врач пройдет мимо. Вы знаете почему? Потому что, когда он учится на врача, ему вкладывают определенную мысль, ты врач на всяком месте. Ты врач не просто у себя на работе, ты врач там, где ты есть. И вот эта клятва Гиппократа их, я не знаю, сейчас они там клянутся, не клянутся, то есть, они остаются врачом, где бы то ни было. И если он идет и видит, что человек упал, знаете, как в фильмах обычно врач подбегает, разойдитесь, я врач. Он остается врачом всегда, потому что это его сущность. Это не просто он владеет знаниями врача, он стал врачом. Сегодня христиане понимают благовествование, как некий предаток духовной жизни. Есть такое занятие для людей верующих, проповедовать и говорить о Христе. Ну, я периодически ими занимаюсь, правда? Я хотел бы сегодня вместе с вами увидеть, что по сути дела, когда Бог говорил о благовествовании, Он говорил об этом как о процессе или как о состоянии, не в том, чтобы это просто информационная передача знаний. Я хочу сегодня, чтобы мы увидели благовестие, это не передача знаний. Иисус был на земле, ходил там, столько лет прожил, там распялись, здесь похоронили, здесь воскрес, тут прибежали, эти убежали. Это не передача знаний. Мы начнем. Что в сути своей является вообще благовествование Христова, благовестие Христова. Евангелие от Матфея, пятая глава. Это Нагорная проповедь, вы многие ее знаете. Евангелие от Матфея, пятая глава. Я читаю с 13 стиха. О, у нас уже немножко выше текст, все подымается, со временем будет на потолке. Пятая глава Евангелия от Матфея, с 13 стиха. Говорит. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна или негодна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит во всем доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Когда мы рассматриваем эти места, традиционно говорят, да, соль осоляет, свет светит и так далее. Вот так и наше благовествование должно быть свидетельством и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на некую другую сторону этих стихов. Вот вы светите, смотрите, вы свет миру. Не, вы ли соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Очень хороший вопрос. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? В этих вопросах и примерах соль земли и свет миру кроется очень интересная загадка на самом деле. Можно ли быть солью наполовину? Слегка соленой? Это вопрос очень серьезный, потому что если говорить о слегка соленой соли, ну или здесь, допустим, можно было бы добавить про сахар еще, да? Вы сахар для этого чая, да? То есть суть сахара, суть соли в чем заключается? Если она, вот будьте внимательны сейчас, если она немного соленая, и я беру суп, варю, и беру немного соленой соли, чуть-чуть соленой соли, сколько мне ее надо добавить? Много, правда? Почему? Потому что меня интересует результат. Не сама соль, а результат ее. И когда Бог здесь говорит, вы соль земли, Он говорит здесь не о том, что вы можете быть немножко солеными или много солеными. Говорит, ваша соленость это результат. То есть, давайте про свет, 14 стих. Смотрите, Он говорит, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть, когда наверху горы свет с этого города распространяется, его невозможно скрыть. Не может он быть чуть-чуть светить. Мы включили прожектора, да, можно сбавить их яркость. Но когда мы их выключим, мы говорим, света нет. Когда мы их включим, мы говорим, свет есть. Мы не говорим, свет почти есть. У нас не было электричества. Никто из вас не сказал. У нас почти есть электричество. Мы все понимали, до какого момента не было. Витя говорил, говорил, говорил и вдруг что-то произошло. Зажегся свет. Слабый, сильный, неважно. Но момент появления света, он всегда очевиден, он четкий. И в этом вот сущность. Смотрите, суть благовествования или вот этот фундамент, который Бог заложил в нашу способность нанести Евангелие. Нельзя, невозможно быть чуть-чуть христианином. Невозможно быть наполовину Божьим. Нельзя, невозможно благовествовать своей жизнью только тогда, когда ты решаешь, что это так. И в этом очень, очень важный и глубокий смысл. Это, знаете, указывает на постоянную нашу сущность перед Богом. Писание здесь говорит, смотрите, насчет соли. Говорит, если соль потеряет силу, чем сделаешь соленой? Она ни к чему не годна, как только выбросить вон. Если у меня потерялась моя сущность, вот это вот нести Евангелие. И я сейчас говорю, заметьте, я говорю не о передаче информации. Большая ошибка наша сегодня в том, что мы считаем благовествование о Христе просто способом передачи информации. Мы дальше посмотрим, что это является с точки зрения Писания. Я верю в это. Но я хочу, почему я так заостряю внимание на соль и на свет. Это пример, который привел Христос. И он показал точно так же, как свет, он, это его есть суть. Он не может быть просто быть светом, не быть светом. Он или светит, или не светит. Понимаете, сегодня родилось интересно, удивительное поколение христиан. Церковный христиан. Я часто ловлю себя на мысли, что когда мы в обществе, когда мы на работах наших, когда мы среди друзей, может быть, которые не знают Бога, мы вдруг выключаем наше христианство. Я не говорю о том, что, знаете, быть, пришел ты в компанию друзей, которые сели обсудить какой-то проект, знаете, там, не знаю, не, или вы бы выехали на рыбалку, да, к примеру, с компанией своей неверующей друзей. Я не говорю о том, что вы выехали на рыбалку, закинули удочки, и вы сразу начинаете сыпать прообразами. Вот так и мы ловим этот мир, да, то есть, понимаете. Мы остаемся христианами, и это не просто то, что мы говорим, вот надо засвидетельствовать кому-то. Это то, как вам сказать, наше внутреннее мировоззрение, наша уверенность, наше упование на Бога. Если мы умеем его выключать, то Писание говорит, она потеряла силу, ее можно только выбросить вон на попрание людям. И это очень серьезный вопрос. Если мы научились в обществе людей, не знающих Бога, становиться такими, как они, поступаться с принципами Божьими, только потому, что мы ушли, мы не в церкви сейчас, то мы не являемся истинным светом. Потому фундамент или основа благовествования, или его сущность, это постоянство, постоянство упования на Бога, постоянство ношения этих принципов, постоянство переживаний с Ним, постоянство. Если у меня это прерывистость, что-то со мной не так, если у меня только эпизодичность, и мое благовестие порционально, да, то есть я только, вот, удобный момент, хорошие люди, я говорю, Иисус вас любит. Но я передаю информацию, я не несу дух, потому что сам не являюсь его носителем. Свет может быть только постоянный или нет. Соль может быть только или соленой, или вообще не считаться солью. Смотрите дальше. Значение вообще самого свидетельства, духовный смысл. Первое Иоанна. Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стиха. Я читаю, очень интересное место. Оно показывает, что благовествование, это не информация. Я почему сегодня об этом говорю, потому что мы слышим от всех источников, люди говорят, нам надо свидетельствовать о Боге, нам надо благовествовать об Иисусе, нам надо усилить это и так далее. Но люди, да, может быть, глубоко даже не осознают, что это на самом деле. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стиха. Я читаю. Извиняюсь, первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стиха. «Сей есть Иисус Христос, пришедший с водой и кровью и духом. Не водой только, но водой и кровью, и дух свидетельствует о нем. Потому что дух есть истина, «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух. Сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кров. Сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше. Ибо это и есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство о самом себе. Не верующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь сыне его, имеющий сына Божий, имеет жизнь, не имеющий сына Божий, не имеет жизни. Я до этого места прочитаю очень много сложных стихов. Я понимаю, что они как-то немножко запутаны. Я хочу вам показать то, что по сути своей свидетельство Иисусова, то есть благовестие, которое мы несем, можем нести в этот мир, оно является или скажем обладает неким таким внутренним содержанием, находится или скажем мы его содержим в самом себе. Смотрите, очень сложно я понимаю, но я хочу вам интересные места сейчас показать. Смотрите, 10 стих. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Неверующий представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал Сыне Своем. Пусть этот стих сейчас будет высвечен. Писание говорит, верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе, а неверующий представляет его лживым. Мы часто удивляемся, почему люди, которые не знают Бога, они как-то Бога отрицают, Бога отвергают. Они говорят, Бога нет, Бог, наверное, не слышит, Бог не слышит наши молитвы и так далее. Почему? Вот здесь очень четко все написано, верующий в Сына Божий, он имеет свидетельство в самом себе. И я не хочу сейчас, знаете, расписывать, что это за свидетельство, это внутренняя убежденность или разум или что-то. Я хочу сказать, что здесь Писание показывает, что он имеет свидетельство в самом себе. Аллилуйя! Сейчас на самом деле я хочу, чтобы вы прониклись этим пониманием. Когда я верую в Сына Божий, я имею свидетельство в самом себе. Почему люди противятся Богу? Потому что они представляют Его лживым, они не имеют внутреннего свидетельства, они не имеют внутренних переживаний. И здесь Писание говорит, дальше, смотрите, вот если брать 6 стиха, Иисус Христос, пришедший с водой, кровью, духом, да, и три свидетельства на земле, и три свидетельства на небе. Очень сложные какие-то схемы духовные. Но на самом деле это описано, духовная реальность. Благовествование это не просто процесс передачи информации, я имею свидетельство сам в себе, в первую очередь, духовное. Бог, Духом Святым свидетельствует во мне. И второй момент, смотрите, это не просто вот такой продукт разума, информации, это свидетельство само во мне. И свидетельство состоит в чем? 11-12 стих, это очень быстро. В том, что Бог даровал жизнь вечную. Я сейчас хочу, чтобы вы включились в это слово. Писание говорит, свидетельство заключается в том, что Бог даровал жизнь вечную. Простая информация, правда? Если я вам сейчас скажу, Бог даровал жизнь вечную, вас это касается как-то? Ну, если вы не христианин. Нет, вас это не касается. Потому что это передача простой информации. Но когда вы читаете эти слова, верующие в Иисуса Христа, для вас это что-то поднимает внутри вас. Потому что вы имеете свидетельство от Духа. Это сверхъестественный процесс. Это не просто то, что я, знаете, разумом своим я передаю информацию. Смотрите, скажу больше даже. Когда мы свидетельствуем об Иисусе, это не просто процесс разума. Смотрите, Откровение 19-10. Сейчас нам откроют это место Священного Писания. Свидетельство о Христе это сверхъестественный процесс. Писание говорит, я пал к ногам Его, чтобы поклониться, но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. И говорит, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть Дух пророчества. Есть Дух пророчества. Когда мы сегодня говорим о том, что нам надо усилить благовестие, нам надо усилить то, нам надо усилить то, мы ошибаемся уже по сути дела. Мы не можем усилить благовестие, потому что это суть христианина. Невозможно стать христианином больше. Знаете, муж любит жену. Они поженились. Могут ли они дожениться? Усилить свое женицство или как там, женатство. Пережениться. Давай подсвящать женитьбе каждый день, посвящаться своей женитьбе. Они могут что делать? Строить отношения, правда? Они уже поженились. У них уже в паспорте фамилии одинаковые, штамп стоит. На небесах они считаются одной плотью. Могут ли они еще стать более одной плотью? Уединили, как, у меня даже не хватает фантазии. Больше соединиться? Нет. Они уже соединены. Может ли христианин усилить благовестие? Нет. Безусловно, нет. Если у него нет свидетельства Иисусова, он пустой. Это сверхъестественный процесс. Он говорит, не поклоняйся мне, я просто служитель тебе и братьям. Каким? Которым? Имеющим свидетельство Иисусова в себе. Это не просто информация. О, братья, сестры, вы все знаете, что Иисус вас любит, идите свидетельствуйте. Если вы не имеете этого духовного элемента в себе, свидетельства Христова, которое, как мы позже увидим, оказывает влияние на окружающий мир, вы ничего из себя не выдавите, кроме информации. А он говорит дальше, ибо свидетельство Иисуса из дух пророчества. Мы все ревнуем о том, чтобы пророчествовать, да? Мы говорим о дарах духовных, о том, чтобы пророчествовать. Сколько из нас людей пророчествует? Может быть единицы, может быть кто-то, малая часть. Дома где-то вы пророчествуете, где-то иногда слово знания у вас есть, Бог как-то употребляет. Но вы понимаете, что нельзя дать то, чего нет, правда? Точно так же Писание здесь говорит, свидетельство Христово, это дух пророчества. Это состояние, это некая сущность внутренняя, которую Бог дает, и нельзя ее из себя выдавить, если ее нет. Поэтому это серьезный вопрос, который сегодня стоит перед нами. Почему Христос и говорил, вот я хочу, чтобы вам сейчас это стало понятно. Вы соль земли. Мы сегодня говорим, о, когда-нибудь церковь, мы усилим благовествование, мы не усилим. Соль, потерявшая силу, выбрасывается вон. Соль либо имеет силу, либо не имеет ее в принципе. Свет, либо он есть, либо у нас его не было сначала. И мы в розетки вставляли удлинители и говорили, о, нас не удовлетворяло то, что мы вставили просто удлинитель и сказали, ну ничего, пусть торчит. Будем считать, что есть. И мы играем тут, гитаристы это, мы считаем, что свет есть. Нас это не устраивает. Мы говорим, нету, ищем дальше. Вот так же самое происходит картина и здесь. Писание показывает нам, что свидетельство или благовестие, которое мы имеем в себе, это не просто знание. Я знаю о том, что Иисус воскрес. Ну поделись этим знанием. Это ничего не изменит в окружающих людях. Смотрите, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, вот каким образом свидетельство Христово распространяется. Вот смотрите, Иисус делал ли специально какие-то благовестия, давайте соберем людей, давайте что-то еще сделаем. За ним ходили толпы людей. Почему? Почему за Христом ходили? Да, видели чудеса. Да, он делал какие-то вещи, но было что-то другое. Он оказывал духовное влияние на людей, находящихся рядом с ним. И это влияние преображало людей. Смотрите, очень интересное место есть в Священном Писании. Первое послание Коринфянам. О влиянии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Говорит. Я читаю с 33-34 стих. 15-33-34. Не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должное, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Худые сообщества разращают добрые нравы. Если посмотреть, с чего апостол Павел начинает эту главу 15-ю, он говорит о том, что Христос умер, воскрес, он говорит, я благовествовал вам, чтобы вы не исчетно уверовали. И он рассказывает о Христе, проповедует и так далее. А потом говорит им, не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы. Взаимоотношения между людьми оказывают влияние не только информационное. Это прежде всего влияние духовное. Сегодня бьют барабан. Не так давно прозвучало известное всем пророчество, да? Удалите аккаунты и так далее. И люди сегодня бьют в колокола, бьют тревогу, кто-то видит опасность в соцсетях и так далее, и так далее. Но люди ошибаются в одной простой вещи. Они все списывают на влияние информационное. Но по сути своей влияние информационное это одно, есть еще влияние духовное. Апостол пишет, смотрите, где-то 33 стих, он говорит, «Худые сообщества развращают добрые нравы». Не просто худые сообщества влагают плохую информацию, правда? Нрав – это что-то касается чувств, это что-то касается характера, это что-то касается поведения. А мы понимаем больше, это что-то касается духовности. Духовности сообщества развращают нрав худые. И когда вы пребываете в компании людей, допустим, нечестивых, которые рассказывают пошлые анекдоты и так далее, и так далее, один маленький момент, да, вы послушали, вы посмеялись и так далее, но вы не замечаете того. Вот проэкспериментируйте, проанализируйте, хотя можете, наверное, так сильно не увлекаться этим. Вот ваши компании друзей, которые не знают Бога, которые где-то поступают нечестиво, которые делают беззаконные вещи, вы пообщаетесь с ними день, два, три, побудьте в общении. Вы не просто увидите, что вы, ну, как-то нахватались каких-то там шуток, нездоровых, что-то еще. Вы увидите, что ваша внутренность, ваш духовный человек, он стал угнетен. И я вам скажу больше, я наблюдал процесс, когда человек, допустим, находящийся в блуде, в измене, когда он, когда люди начинают общаться друг с другом, это начинает как будто бы, знаете, это не просто человек решил, все, я тоже буду блудить. У него мысли начинают появляться подобные. Скажите, откуда это берется? Кто-то скажет, модели поведения копируют, что-то смотрят. Я скажу больше, духовное влияние. Потому Писание говорит, не обманывайтесь. Вот почему интересное слово, не обманывайтесь. Не пребывайте в заблуждении, что это все так просто. Худые сообщества, они давлением своим начинают развращать нравы. И Писание говорит, отрезвитесь, как должно, не грешитесь. Ибо потому, говорит, даже к стыду вашему, говорю, многие из вас не знают Бога. Братья и сестры, механизм вот этого влияния, тот дух, который несет в себе. Я пример приведу вам, почему Бог Израилю много раз говорил о смешении с чужими народами. Почему процессы происходили. Помните ситуации, когда кто-то приводил мамитянку, там еще кого-то. Это Бог даже до того, что убивали этих людей. Почему? Что стало с Соломоном, который себе набрал много чужеземных жен. Казалось, сильный муж, который храм Богу построил, который возвеличил славу Израиля. Влияние духовное. Это не просто информационный вакуум или информационное давление. Это влияние духовное. Посмотрите, сегодня разгул небезызвестного нам уже набившегося на скомину гомосексуализма. Может, лет 20 назад над этим смеялись, говорят, какой гомосексуализм. Сегодня в нашей стране еще говорят, все нормально, это к нам не прорвется. Подождите. Дайте лет 20-30. Давление информационное, это не просто информационное, это влияние духа. И когда это будет продолжать влиять, и церковь будет понимать это не как духовное противостояние, а как просто прет всякая зараза, будем отметать ее. Он говорит, отрезвитесь. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Поэтому, друзья мои, смотрите, пример притчи 13.21. Общающийся с мудрым будет мудр. А кто дружит с глупым, развратится. Скажите, почему? Если я просто общаюсь с мудрым, я стану мудрым. Влияние, которое будет оказывать на меня этот человек, произведет работу определенную во мне. Я стану изменяться. И поэтому Писание говорит, кто дружит с глупым, развратится. Механизм очень прост. Либо мир влияет на церковь, либо церковь влияет на мир. Но сегодня ошибка церкви в том, что мы считаем, благовестие это то, что мы можем, знаете как, как мы позволяем себе благовествовать. Хочу, делаю, хочу, не делаю. А почему? Потому что мы потеряли суть благовествования. Мы перестали быть носителями света. Мы стали людьми, которые просто знают о нем. Но апостол пишет, к стыду вашему говорят, многие из вас не знают Бога. Мы считаем, что мы можем свидетельствовать, можем не свидетельствовать. Дальше смотрите. Давайте я хочу рассмотреть с вами второе послание Коринфянам. Очень интересное место. Второе послание Коринфянам, вторая глава. Коринфянам 2.2. Я читаю сначала, я читаю 12-13 стих. Ой, извиняюсь, первое послание Коринфянам будет вторая глава. Первое послание Коринфянам, вторая глава. 12 и 13 стих. Я хочу перейти вот к той мысли о том, что дух мира оказывает на нас влияние. И Писание здесь очень интересная вещь говорит. Он говорит, мы приняли, 12 стих, не духа мира, а духа от Бога, чтобы знать, дарованное от Бога. Что возвещаем, не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это очень непонятные для нас вещи, которые мы часто пропускаем в Священном Писании. Но смотрите, он говорит, мы не приняли не дух от мира, а сего, а дух от Бога, чтобы знать, дарованное от Бога. Если бы речь ушла об информации, было бы просто написано, мы приняли информацию от Бога, мы получили знания. Но здесь Писание говорит, мы приняли дух, мы приняли дух, мы подверглись влиянию Бога, а не влиянию мира. Для чего? Чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что делал Иисус, когда был на земле? Благовествовал, проповедовал, я им чуть-чуть позже скажу, как он это делал, но смотрите, сама суть, почему на самом деле люди шли за ним и слушали. Помните, Писание говорит, он говорит как кто? Как власть имеющие, а не как фарисеи. Фарисеи говорили от мозгов, они говорили, вот закон, вот вам как обойти, вот вам инструкции, как действовать. Это Александр Мейн писал в своей книжке про первые апостолы, когда Петр соприкоснулся с Христом. И когда Христос начал ему что-то говорить, начал учить, он говорит, у Петра по первое время, если рассмотреть в Писании, был некий такой ступор. Он привык к правилам, он привык, что Бог диктует правила, Бог дает инструкции, сделай так, поступай так. Иисус дал выбор, Иисус не заставлял, он дал свободу, и Петра было перекос, знаете. А как делать, как быть, как поступать? На самом деле, когда мы соприкасаемся с живым Богом, Иисус, почему люди влекло к Иисусу Христу? Он давал им свободу, он давал им вот это влияние духовное, от которого они чувствовали, что они становятся лучше. Вы знаете, я молился всегда Богу и говорил, ну или часто молился Богу и говорил, я хочу не ту церковь, в которой просто хорошая музыка. Я хочу не той церкви быть, в которой просто нравится мне богослужение. Я согласен петь даже со сборников. Я хочу ту церковь, в которой я приду, я переживу духовное влияние Бога. Я переживу прикосновение моего Бога ко мне. Это то, что влекло людей к Иисусу Христу. У фарисеев были храмы. У фарисеев был храм, у них были синагоги. У них были комфортные места, но у них была просто информация. А здесь Писание говорит, но мы приняли не Духа мира, а Духа от Бога, чтобы знать через это, дарованное им от Бога. И Писание говорит, и что возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. И вот этот важный момент, когда мы возвещаем что-то, благовествуем людям, мы возвещаем не просто изученными словами. Я выучил, что Иисус был мертв, распят, воскрес для нашего оправдания, чтобы смыть мой грех и так, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, я много знаю. Но если я не несу в себе Дух Христов, это мои изученные человеческие слова, которые в этом мире духовном не сотрясают ничего, не изменяют ничего, потому что изменяют не слова, а Дух, который стоит за ними. Смотрите, но изученными от Духа Святого соображают духовное с духовным. Я хочу немножко прочитать выше пару стихов, в чем состоит свидетельство. Смотрите, апостол пишет Коринфянам, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, первый стих, но, говорит, не в превосходстве слова или мудрости. Он говорит, я не пытался вам доказать, красиво сложить, когда я приходил к вам, мое влияние на вас, мое действие в вас, оно было не от того, что я, мое свидетельство Божье не в превосходстве было. Он говорит, смотрите, я рассудил у вас быть ничего не значащим, кроме Иисуса Христа, притом распятого. Я был в немощи, в страхе, в великом трепете, и мое слово и проповедь была не в словах убедительных человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Заметьте, даже Писание здесь говорит, я не знаю, я не пытался вникать в тонкости переводов и так далее, Духа с маленькой буквы. И, возможно, здесь именно имеется в виду не действие Духа Святого как такового, но он говорит, явление Духа и силы, и причем Дух очень часто переводится здесь, знаете, как, даже вот как там, как ветер, как влияние, то есть как дуновение. То есть явление Духа и силы, это не столько, знаете, просто, как мы часто привыкли, там, чудеса и знамения и так далее. Потому, он говорит, моя проповедь была не просто в убедительных словах, но в том, что от меня, то есть мое влияние исходило, знаете, то есть как бы я был светом, я был солью. И то, с чем я соприкасаюсь, оно не может не изменяться. Это не просто я убеждаю вас, мое само присутствие, я являюсь христовым посланником, я являюсь светом сам по себе. Аллилуйя. Я знаю, что когда вы на работе, и много раз задавались себе вопросом, когда я в коллективе, влияю ли я на свой коллектив. Так вот, я вам скажу, вы можете даже не говорить ничего, но если вы несете в себе Христово послание, и вы понимаете, что Дух Божий живет в вас, само ваше поступки или поведение, они естественно, а святые, вы не позволяете себе чего-то того и того, но люди чувствуют даже не ваша убежденность, Дух, который стоит за вами, Дух, который в вас. Апостол Павел говорит, я проповедую не в убедительных словах, но если вы задались целью себя на работе, всем засвидетельствовать об Иисусе, вы можете тоннами таскать туда, хотел сказать макулатуру, брошюрки, раздавать их всем. Они будут лежать там в каждом кабинете у каждого вашего подчиненного или начальника или коллеги по работе, и все будет хорошо. Но никто из них не приблизится ни на йоту к Иисусу, потому что это благовестие будет в словах человеческой мудрости. Но апостол Павел пишет, потому мы приняли Дух от Бога, и когда говорит, я приходил, вот смотрите, он даже говорит, я был в немощи, в страхе и в великом трепете. Представьте себе, вы приходите на работе и проповедуете своим коллегам в страхе, в немощи, в великом трепете. Кто не будет вас слушать? Мы учимся и говорим, надо, знаете, красиво сказать, подойти к человеку, какие-нибудь методы придумать. А я хочу сказать сегодня, рассудить вместе с вами, какие методы придумал Павел. Он говорит, я рассудил бы даже ничего не знающим, кроме Христа, потому что когда я умоляюсь, он возрастает. И потому Писание говорит, пятый стих, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Когда я благовествую от мудрости человеческой, человек не может принять Христа, потому что его вера созидается на моем интеллекте. Аллилуйя. И потому мы имеем такие результаты. Мы начали верить в то, что благовестие зависит от нас. Мы управляем благовестием. Хочу, говорю о Иисусе, хочу, не говорю о Иисусе. Это ошибка, братья и сестры. Наше благовествование, это дух, который внутри нас. И если мы на самом деле находимся в нормальном отношении с Богом, в близком переживании нашего Господа Иисуса Христа, наше влияние оказывается независимо от того, хотим мы этого или не хотим. И когда мы, наоборот, понимаем, что мы инструмент в руках Бога, и дух, который в нас оказывает влияние, вера утверждается не на нашей мудрости, но на силе Бога. И вы много раз задавались вопросом, хочу пророчески сказать кому-то, много раз задавались вопросом, как я могу свидетельствовать Господи у себя на работе? Приближайтесь к Богу. И Он приблизится к вам. И Он будет центром вашей жизни. Он будет источником внутри вас. И даже в простых отношениях с людьми ваше влияние будет превозмогать дух мира, который есть в людях. Ваше влияние на них будет превозмогать. И люди будут тянуться к вам и говорить, дай мне совет, научи меня, подскажи мне. Мне приятно и хорошо с тобой общаться. Я чувствую облегчение. Почему? Потому что их душа ищет живого Бога, по сути своей. Разум замутнен информацией лжи, разум замутнен ложью, но душа ищет живого Бога. Душа стремится к Богу. И когда внутри вас будет источник благодати, и дальше смотрите, Писание говорит, мудрость мы проповедуем между совершенными. То есть, когда мы уже начинаем рассуждать, мы уже рассуждаем между кем? Совершенными. Вспомните эти теологические споры с неверующими людьми. Эволюция, динозавры. Мы раскопали там что-то, а мы там раскопали. А мы доказали это, а мы доказали то. А химики за нас, а биологи против нас. Мудрость, говорит, мы проповедуем между совершенными, между людьми, знающими Бога. Мы начинаем проповедовать глубины. Мудрость. Итог говорит, не мудрость века сего, не властей века сего приходящих. Если бы мы сейчас начали копаться в этом слове, здесь очень серьезные глубины есть в том плане, смотрите, не мудрость века и не властей века сего. Законы мироздания, здесь заложено это слово. Мудрость властей века сего. Мир устроен сегодня по некой мудрости, которую люди придумали. Возьмите кредитно-банковскую систему. Я не думаю, что Бог был автором кредитной системы. И потому, когда мы сегодня рассуждаем, правильно это или неправильно, апостол говорит, мы даже не об этом говорим, проходящем. Мы говорим о какой мудрости? Проповедуем 7 стих. Тайную, проповедуем, премудрость Божию, тайную, сокровенную. Аллилуйя. Сокровенную. Смотрите, почему он и говорит в 13, пусть этот будет в 12 стихе. Мы говорим, не приняли ни духа мира, а духа от Бога, чтобы знать дарованная нам от Бога сокровенную премудрость, которую Бог предназначил прежде веков. Но не просто предназначил прежде, к славе нашей. Я понимаю, что ваш разум, как эта песня кипит, наш разум возмущенный, да? Смотрите, здесь Писание говорит, тайную премудрость, сокровенную у Бога, которую могут, почему мы между совершенными ее проповедуем? Кто ее может знать? 12 стих, вы святите. Кто ее может знать? Тот, кто не духа мира принял, а духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога. Тайную Божью премудрость открывается совершенным, потому он говорит, нет смысла благовествовать премудрость Божью людям, не знающим Бога, потому что они приняли дух мира. И он не дает им познать премудрость Божью через разум. Потому и бессмысленный наш евангелизм, когда мы доказываем эволюцию, эволюцию, там что-то еще. Он говорит, я благовествовал в явлении духа и силы. Явление духа и силы. Явление влияния того, что Христос живет во мне. И смотрите, наша жизнь среди этого мира, когда мы живем среди этого мира, она позволяет нам влиять на этот мир. Именно даже не нашими словами. Сама жизнь. Я посвященный Иисусу Христу. Вот пример приведу простой. У меня на пальце кольцо. Что это означает? Вот это кольцо. Что это означает? Что я женат. Я живу. Я не хожу по улице. Я женат. Я женат. Я женат. Но ко мне никто не пристает. Почему? Потому что есть свидетельство. Я в нем постоянно. Я могу, знаете, как вот. О, я сегодня не буду свидетельствовать, что я женат. Все. Я снял. Да? Я ношу его постоянно. Я одел его в день бракосочетания. Когда вы погрузились в воду, обещали Богу добрую совесть. Да? Или когда вы пришли к Иисусу Христу. Вы стали частью Его. Писание говорит, новое творение во Христе Иисусе. Я одел это кольцо. Я живу. Я не трублю об этом. Все, я женат. Ура! Я женат. Или там, я женат. Это есть свидетельство, которое я ношу сам в себе. То есть, уже все люди окружающие знают, что я женат. Есть и другие признаки. Дети бегают и так далее. Но по сути своей, я несу сам в себе это свидетельство. Если вы до этого момента задавались целью, Боже, как мне благовестить? Боже, что мне делать? Боже, как мне благовестить? Перестаньте. На самом деле, такое мнение от незнания и непонимания того, что Бог заложил в вас дух, свидетельство Иисусова. И оно распространяется. Помните, Писание говорит, имеющим свидетельство Иисусова, это есть дух пророческий. Если вы ходите с Богом, это свидетельство поднимается в вас. Если вы ревнуете, Бог будет распространять ваши пределы. И вам не надо будет думать, как мне засвидетельствовать людям. Сама ваша жизнь, она будет светом. Сама ваша жизнь, она будет солью. И там, где вы будете появляться в компании, там люди, может, будут шутить насчет вашей веры, может быть, что-то, но вы даже слова говорить не будете. Они будут иметь влияние от вас. Или они будут влиять на вас. Тогда вы будете принимать дух мира в себя и свидетельство мира. Вы будете приходить домой и бороться с искушением. Вы будете открывать социальные сети и говорить зло. Знаете почему? Потому что это зло будет отражаться внутри вас. Откройте сайт, допустим, аукцион по продаже автомобилей. И сидите в нем 3 часа. Сестер касается. Вы сидите вы там? 4 часа. Кто высидит из сестер в сайте по продаже автомобиля, особенно американском каком-нибудь? Вот Даша, понял? На самом деле не высидите, потому что вас туда что делает? Не влечет. Или откройте сайт ботаников каких-нибудь. Или еще что-то технический. Это же тот же интернет, правда? Тот же самый интернет с таким же коннектом, с такими же страницами, тот же компьютер, то же зло самое, правда? Только вас туда не тянет. И никто не встает, не говорит, удалите сайты с машинами. Братья и сестры, проблема не в сайтах. Да, есть много грязи и зла. Но если эта грязь находит отражение внутри нас, если дух мира прежде повлиял на нас через людей и создал в нас отражение, то нас будут влечь сайты. Мы тогда знаем, не дарованные от Бога, а дарованные от мира. Но если мы приняли духа от Бога, и мы понимаем, что мы соприкасаемся с нашим Богом каждый день, то, поверьте, это влияние начнет распространяться. Благоухание, помните, Писание говорит, благоухание познания Христа распространяет кем? Нами, на всяком месте. Благоухание. Запах для них живительный, для других смертоносный. Возьмите сейчас дезодоранта здесь, напшикайте, и сами себе скажите, не пахнет. Ну и что, что не пахнет? Говорите сколько угодно, убеждайте информацию, говорите, молекулы дезодоранта летели вверх, еще что-то, но когда вы начнете вдыхать, вы почувствуете аромат. И поэтому благовествование, подобное этому, говорит, познание Христе, благоухание распространяет нами, потому что когда мы наполнены духом живого Бога, мы распространяем благоухание, это не просто информация. Смотрите, почему Писание так говорит о том, чтобы мы хранили себя? Опять же, вернемся к тому первому посланию Иоанна. Первому посланию Иоанна, он говорит в пятой главе, я считаю 17 стиха, смотрите, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что мир лежит во зле. Мы знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, сей истинный Бог и жизнь вечна. Какие интересные слова. Он говорит, мы познаем, смотрите, мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Почему? Потому что не может грешить, может еще как. Знаете, как могут грешить рожденный от Бога? Как и прочие люди. Но рожденный от Бога просто-напросто хранит себя. Хранит. Лукавый не прикасается к нему. Что значит хранит? Если вы возьмете стакан с водой в руку, и вы точно знаете одну вещь, что стакан с водой нельзя переворачивать. По простой причине вода выльется. Вы идете, спотыкаетесь, но вы стараетесь стакан держать, правда? Вы храните его. Даже тогда, когда спотыкаетесь, у вас четко есть понимание, перевернутый стакан потеряет смысл. Почему мы с христианством перестали так поступать? Почему мы перестали замечать предупреждения апостолов, которые говорят, рожденный от Бога, мы позволили себе думать, что если я рожденный от Бога, мне все позволено. Халлелуя! Я могу лезть в какие угодно сети, социальные или дьявольские, да? Писание говорит, хранит себя, это очень важно. Потому что, когда дух мира влияет на нас, мы перестаем быть теми, кто носит в себе дух Божий. И поэтому он говорит, хранит, и тогда лукавый не прикасается к нему. И потому Писание, братья и сестры, говорит, в 21 стихе он говорит, дети, храните себя от идолов. Вот здесь речь касается идолов. Но я хочу, чтобы мы четко понимали, что когда Писание призывает нас хранить себя, это не значит, что просто мы никуда не смотрим, никуда не ходим. Мы сохраняем своего внутреннего человека. И, кстати, каждый из вас знает свои слабые места. Каждый из вас знает свои слабые места. Я хочу вам сказать, что это серьезно. Потому что, когда ваши слабые места, вы перестаете обращать на них внимание, вы начинаете заключать союз со своим грехом, вы начинаете заключать контракты с своим пороком, вы теряете силу благовестия. И потом говорите, ой, как бы нам усилить благовестие? Давайте выйдем раздавать брошюрки. Окей. Только это не сработает. Потому что влияете вы персонально, как носитель света Христова. Вы персонально влияете, если вы носите в себе благовествование Иисусова, свидетельство Иисусова. И последнее, о чем мы поговорим, и мы будем молиться, это две формы того свидетельства, которое мы носим в себе. Это очень тоже интересно. Откровение 12, 17. Иисус, будучи на земле, Он нес Евангелие в двух, как бы, таких формах. Но я, прежде чем сказать, об этом почитаю. Смотрите. Рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. И вот очень интересно. Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Почувствуйте сейчас разницу. Он, дракон, рассверепел на жену и пошел, чтобы воевать. И еще одно такое же место, смотрите, я уже сразу его прочитаю, Откровение 24. Откровение 24. Он рассверепел и вступил в брань с теми, кто схранит заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа. И вот точно такое же похожее место, Откровение 24, 4 стих. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье. Я хочу, чтобы вы увидели сейчас вот эту вот полноту, что делал Иисус, будучи на земле. Когда он пришел к богатому юноше и он встретился с богатым юношей, и богатый юноша говорит, я это сохранил, это сохранил, это чего мне еще не достает. Что Иисус сказал ему? Пойди продай имение, а сдай нищу. Начал ли он ему говорить о том, что приблизится царствие небесное, там что-то еще? Он принес ему учение о заповеди. Он говорит, тебе, для того, чтобы прийти перед Богом, я понимаю, что вы уже, может быть, устали, но выслушайте это очень внимательно. Тебе надо, приблизившись к Богу, тебе надо что-то подкорректировать в своей жизни, заповедь соблюсти. То есть, что-то исполнить перед Богом, чтобы приблизиться к Нему. Он уже говорил с Ним, как человеком совершенным, как тем, который знал Бога, или, по крайней мере, почитал Бога. И здесь вот, в этом стихе говорит, которые, главный, за свидетельство и за Слово Божье. Но вот предыдущее место, нам вы свидетельте, там было более так акцентировано, соблюдающие свидетельства Иисуса Христа и заповеди Божьи. Это есть полнота благовествования. Сегодня люди задаются вопросом, как мы можем свидетельствовать людям? У меня на работе все знают об Иисусе Христе. Тебе не надо постоянно им говорить, что Иисус их любит. Они и так знают, что Иисус есть Бог. И они внутренне, вы можете спорить со мной сейчас, но они внутренне где-то почитают Бога по-своему. Почему? Потому что заповедях не наставлены. Богатый юноша, он почитал Бога, но у него были огромные финансы, он был зависим от них. И он по-своему почитал Бога, но в заповеди не был наставлен. Мы когда-то говорили о богатом юноше, о его проблемах, но когда он пришел к Иисусу, Иисус не начал ему опять пихать с начатки какие-то, он говорит, вот твоя проблема, я подкорректирую тебя в заповедях. И здесь, как говорится, нашла коса на камень, да? Юноша огорчился и ушел. Но здесь вопрос стоит, смотрите, вот он говорит, в брань с теми, кто сохраняет заповеди и имеет в себе свидетельство Иисуса Христа. И когда вы соприкасаетесь с человеком, который не почитает Бога, вы оказываете, то есть вы свидетельство Иисуса Христа ему предоставляете, что Иисус есть Сын Божий, умер, пострадал, воскрес и так далее. Но когда вы соприкасаетесь с теми людьми, ваше влияние заключается в том, чтобы наставить их в заповедях Божьих. Смотрите, когда Иисус встречался с язычниками, он говорил им такие слова, иди, впредь не греши, иди, вера твоя спасла тебя, велика вера твоя. Он говорил о таких начатках, это было свидетельство о том, что приблизилось Царство Небесное, или там, должно родиться свыше, к примеру. Но когда он соприкасался с начальниками, вот фарисеями и так далее, людьми, которые в сердце почитали, он давал им заповеди. На горной проповеди это не было просто покайтесь и веруйте в меня. Он говорил, кто смотрит на женщину с вожделением, тот сердце вам прелюбодействует. Что он делал? Он наставлял людей в заповедях. Потому Церковь Божья, я хочу, чтобы мы четко понимали, ни то, ни другое невозможно без того, чтобы носить в себе это. Невозможно наставлять людей в заповедях и самому не верить в них. Это ложь. Я себя сейчас говорил им, не крадите, братья и сестры, не крадите. И взял и украл провод. К примеру, вот мне надо домой, я взял себе. Я лжец. Но мало того, что я лжец. Вот сейчас самый последний момент, я хочу, чтобы вы на этом сконцентрировались. Мало того, что я просто лжец. Мое благовествование, оно не имеет силы. Потому что внутренне я не являю, не... Если я готов украсть этот провод, значит, я не несу в себе сам заповедь. Я не верю в нее. Я просто говорю вам как информацию. Бедный я проповедник и бедный выслушатель. Потому что то слово, которое я вам предоставлю, но не изменит вас. И то же самое свидетельством Иисусовым. Если я говорю, Иисус любит вас, но не переживая этой любви сам, не несу в себе дух от Бога, мои слова пустышка. И потому, когда я размышлял, Господи, как нам усилить евангелиизм? Я понял одно. Приближается к Богу. Давайте встанем сейчас. Нам надо приближаться к Иисусу Христу.